Путин и Са Цзиньпин в ходе видеоконференции объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Видите, как здорово. Договор никто не читал, поэтому все их договоры, которые они подписывают, до 1945 года, мы даже не знаем, что там написано. И счастливо будет жить Россия, если там ничего не написано, просто это херня. А может быть там такого понаписали, что когда Путина не станет, предъявят, скажут, а вот тут что. В США спрогнозировали сроки начала войны с Китаем. Пишут, что нет никаких признаков, что Китай готовится начать вторжение в Тайвань. И генерал армии США Милли заявляет, что это может случиться только в 1927 году. Вот меня спрашивают, мое мнение. Ну, что я могу сказать? Вот то мнение, которое бытует, что Китай захват мира, да, начнет с захвата Тайвань. Это ложное мнение. Если в Китае надо было захватить Тайвань, он бы еще тогда захватил. Еще в 1971, когда договорились, что американцы отдадут Тайвань Китаю. Понимаете, Китай руководствуется не обычной логикой, а китайской логикой. И нужно понять, какой логикой руководствуются китайцы, азиаты. Да, Тайвань Китаю не нужен, Китаю нужен весь мир. И Тайвань в этом списке всего мира, он последний. Он самый последний в Тайвань. Почему? Знаете? Потому что там китайцы. Там живут китайцы. Потому что он уже китайский. Поэтому он в списке захватываемых территорий для Китая самый последний. Ну, если будет такая оказия, да, там упадет он с неба, этот Тайвань. Ну, они, может быть, и не откажутся, как Гонконг указал. А специально сейчас рубиться из-за этого. Они могут делать вид, что они специально рубятся. И будут там стараться договариваться на эту тему. Да, чтобы переломить, может быть, определенные тенденции в Соединенных Штатах. Но им гораздо интереснее Россия, чем Тайвань. Потому что в России русские живут. А на Тайвань китайцы. Так, и Китай приветствовал отказ Украины поддержать в ООН к именике по Синьцзяну. Ну, то есть, он пытается как-то принять резолюции по поводу Синьцзяну и Горского автономного округа, где уничтожают мусульман. А Украина бросилась поддерживать там Китай. Почему? Очень интересно. Ну, я вот написал, это свидетельствует лишь... Кто-то написал, что это свидетельствует о том, что там и так далее. Это свидетельствует лишь о том, что рука Москвы, в том числе и в Украине, это рука Пекина. Вот это я написал. И я думаю, что так оно и есть. Потому что ни о чем другом. Это свидетельствует о независимой позиции страны, ее стремлении, операции и так далее. Это Таск написал. Свидетельствует о независимой позиции Украины. А в хохочешься. Просто очень смешно. Поэтому, конечно, это свидетельствует о том, что Китай налаживает очень серьезные контакты с Украиной и пожрет Украину, так же как Белоруссия, так же как Россия. И просто всосет в себя. Ну, американцам надо башку включить. В Москве задержан гражданин Китайской Народной Республики, подозреваемый по делу в торговле людьми. То есть, скупал младенцев он. Суд в Москве отклонил ходатайство вследствие об аресте. Гражданин КНР. Говорит, это суррогатный папа, от суррогатной матери он хотел получить ребенка. Это такая чушь. Китайцы покупают детей на запчасти, совершенно это очевидно. И это идет по всей России. Но если они своих детей разбирают, посмотрите сколько кадров страшных. Там они в ящиках во льду лежат. Это жуть какая-то. Слава, как считаешь, где россияну хуже, при нынешнем Пыне или будущем Китае? Пыне сдохнет, а вот Китай не сдохнет. Вы должны понимать вещи разного совершенно порядка. Пыне рано или поздно сдохнет. И там все рано или поздно изменится. А если Китай будет на территории России, то сдохнут русские. И Россия сдохнет, а не Китай. Всегда, понимаете, вас пытаются развести всякие Гиркин, Иркин и прочее именно на этом. Что вот там лучше. И давайте обсуждать. Обсуждать нечего. Понимаете? Вы всегда должны величины взвешивать. Вы должны всегда задавать главный вопрос. Вычленять этот главный вопрос. И задавать этот главный вопрос. Что будет, если... И все, сразу отвечаешь на вопрос. Что будет дальше при Путине? Что будет дальше при Китае? Дальше при Китае будет Китай. Дальше при Путине будет жопа Путину. Он сдохнет рано или поздно. Ну, вы знаете, мама моя, покойница, я вот всегда ориентировался на нее. Потому, что как только я научился понимать слова, я слышал. А она никогда не ошибалась. То есть, если я какие-то вопросы ей задавал, она всегда попадала в точку. Я ни разу в жизни не слышал, чтобы она ошиблась. Даже она отвечала. Мне очень не нравилось. Я говорю, да нет, мам, ты ошибаешься. Так не может быть. И всегда она попадала в точку. Даже если это очень сильно мне не нравилось. И она с детства, с раннего детства, она говорила, миром будут править желтолицей. Вот это я запомнил навсегда. То есть, она, как говорил, даже не дергайся. Ну, я дергаюсь, как видите. Опять мам не послушался. И дядя мой, он тоже всегда с детства, я помню, он говорил, что это главная опасность для России, Китай. Я с этим вырос, понимаете. То есть, если говорят, почему ты так воспринимаешь, я на этом рос, понимаете. И я понимаю, что это серьезная опасность. Что мои родственники не ошиблись, и я не ошибся. Что мои родственники не ошиблись, и я не ошибаюсь.